Здравствуйте! В этом видео будет показано, как сделать шпалеру для винограда своими руками. Здесь мы рассмотрим, как сделать шпалеру для винограда улучшенной конструкции и надежной в эксплуатации по уходу за виноградом. Видео в интернете на эту тему есть много, но все учтенные ошибки и доработки, сделанные мною, здесь будут отражены в этом видео. С чего начать? Начинаем, конечно, с разметки мест, где будут установлены столбы для шпалеры. Высоту шпалеры каждый использует свою. В данном случае я буду делать шпалеру высотой 200-210 см. Столбы под шпалеру бетонировать я не буду, а буду их забивать кувалдом, используя для этого толстостенные шпилера или уголки, но не менее 60-75 номера. У кого есть сила и желание, могут и бетонировать их. Я убедился, что бетонирование столбы это трудоемкий процесс работы, поэтому решил стойке под шпалеру. Сперва забить уголок в землю на глубину до 1 метра, а потом к ней уже приваривать саму стойку шпалеры. В данном случае я буду использовать толстостенный швеллер. Забил маленько шпилер в землю, беру уровень и ориентировочно по уровню выравниваю стороны данного шпилера. Приблизительно выронил и теперь приступаю к забивке его. Беру в руки 5-килограммовую кувалду и забиваю данный шпилер в землю. При необходимости при забивке данного швеллера в землю проверяем его еще раз по уровню и потом продолжая дальше забивать его. Все, нижнюю часть утолщенной стойки для шпалеры забили. Теперь беру трубу диаметром 50 мм и буду ее приваривать. Но прежде чем приваривать, ориентировочно выставляем ее по уровню. Сделали прихватку и потом еще раз можно проверить по уровню, чтобы не было больших отклонений. После чего обварим данную стойку ранее забитому швеллеру или уголку. Аналогично этой проделанной работе, как показано здесь, по всему периметру забиваю в землю уголок или швеллер и потом привариваю к ней саму стойку для шпалеры. Высота должна быть с запасом где-то около 10 см. Потом будем натягивать нитку и будем обрезать, чтобы концы стойки были ровные. Установил все стойки по периметру данной шпалеры и теперь необходимо приварить распорки между стойками. Беру трубу диаметром 20-25 мм, нарезаю ее по размеру и привариваю ее между стойками. Аналогично этой проделанной работе по установке распорок, по всему периметру привариваю их. Все распорки между стойками приварены, теперь необходимо приварить и козырек для свиста лозы винограда. Козырки привариваю из уголка номер 25 и длиной около 30 см. Основные сварочные работы проделаны и теперь необходимо зачистить данные металлические изделия от ржавчины. Итак, приступаю к зачистке их болгаркой. Зачистил все металлические изделия данной конструкции шпалеры и теперь можно приступать к привариванию ушек для крепления тросика или проволоки. Я буду использовать цепь, разрезаю ее пополам и готовые ушки уже есть. Их остается только приварить к стойке шпалеры. Теперь с близкого расстояния посмотрим, как это наглядно выглядит. Эти скобки привариваются на стойку для шпалеры на таком расстоянии. Расстояние между скобками везде по-разному. Первую скобку привариваю на высоте 70 см от поверхности земли. Следующую через 20 см, потом через 30 см, потом через 40 см и последнюю через 50 см. Итак, высота шпалеры будет 210 см. Эти скобки служат улучшенной привязкой проволоки, которую не надо обводить вокруг стойки шпалеры. Все сварочные работы завершены при изготовлении шпалеры для винограда. Теперь необходимо прогрунтовать эти металлические поверхности, дать немножко просохнуть и потом покрасить ее в необходимый для нас нравящийся цвет краски. И теперь можно протягивать проволоку в ранее приваренные ушки на стойках шпалеры. Первый ряд проволоки, на который будет вложиться в горизонтальном положении виноградная лоза, протягиваю тросик в изоляционной обмотке. Так лоза не получат ожогу от нагревающего металла. А остальные ряды проволоки использую без изоляции, сечением около 2-3 мм. Один конец проволоки или тросика закрепляем за ушко, который приварен на стойке шпалеры. А другой конец проволоки или тросика будем закреплять через талареп, который будем использовать для натяжения данной проволоки. Так быстро и удобно натягивается проволока на шпалере. Натянул проволоку через талареп, а теперь давайте посмотрим с близкого расстояния, как это выглядит. Вот так выглядит талареп. Очень удобно им использовать натяжение проволоки. Никаких больших усилий не надо применять при натяжении проволоки. Очень удобно и быстро натягивается проволока на шпалере. И такое устройство натяжения проволоки из таларепа на виноградной шпалере мы делаем на каждом ряду. Ну вот и все. Все виды работы по изготовлению шпалеры для винограда завершены. Теперь можно сделать краткий осмотр, как это выглядит наглядно. Надеюсь, что это видео поможет для начинающих виноградарей сделать выбор, как лучше и более совершеннее сделать шпалеру для своего виноградника. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.